друзья смотрю я бурные значит комментарии да вы там комментируйте друг с другом там я вчитался посмотрел одним словом хочется снова поднять вопрос насчет закручивания шлангов многие советуют закручивать шланги от руки то есть извиняйтесь что я на бушном всем показываю бушные шланги старые смесители но это не столь страшно главное понять суть значит смотрите какая штука в принципе из-за чего я рекомендую закручивать во первых от ключа здесь всегда на шлангах есть грань не подходит один ключ берем другой в любом случае получится нету шлангов которые не имеют с собой шестигранника да то есть я считаю что нужно закручивать от ключа но бывает моменты всякие да допустим на этом смесители это легко сделать закрутить от ключа да тут ничего не мешает будь даже короткая игла или длинная как в нашем случае легко подойти до так далее вот но знаете что хотел вам заметить меня текли шланги то есть когда вы напрягаете закручиваете вот это вот значит основной да значит ее основной иглу в смеситель если у вас здесь где идет зафальцовка заводская хоть немножко прокрутиться но давайте это имитируем скажем так вот смотрите какая ситуация вот если у вас здесь прокрутиться хоть немножко а у новых бывает где прокручивается значит вот эта обойма по отношению гайки все прокрут есть у вас уже здесь будет течь либо здесь будет течь либо вот здесь чаще вот здесь вот течет прямо возле где она загнана это первый риск почему от руки я не советую ну второй риск в том что вы можете вот так вот свернуть шланг можно сказать сделать ему харакири такое то есть можете повредить оплетку и можете повредить резинку вот где можно просто закрутить так это уже ну там от безвыходности грубо говоря когда у вас посадка смесителя да особенно это на мойку идут смесители у которых есть глубина посадки закручивания шлангов вглубь где-то на 35 сантиметров там уже в принципе с ключами тяжело надо только специальные торцевые какие-то хитрые ключи которые вряд ли у кого толком есть вот там уже можно от руки но так нежно вот нежно закручиваем нержавеющим более если мы берем нержавеющий с ними попроще этот вопрос вот потому что здесь она папа серьезнее но здесь тоже своего рода зафальцовка видите тоже где примыкание грани идет и самого корпуса тут тоже если она немножко прокрутится есть риски что может также потечь в этом месте соединения вот значит фуму я советую тоже ставить потому что у меня были случаи когда эти резиночки не удерживали значит воды я начал каждый фумовать потому что не люблю возвращаться и переделывать свою работу вот значит потому я всегда фуму хоть два-три оборота это никогда не мешает меня никогда после фумы не было проблем даже если вы привыкли крутить от руки и дадите там один-два оборота фум ленты вы также легко закрутиться вы не почувствуете напряжение но зато вы будете уверены что что там у вас все будет красиво и вас не позовут на следующий день или там через неделю вот потому как бы я вот так отношусь к иглом то есть всегда фумую и всегда от ключа и я это делаю уже достаточно давно не было ни одного случая проблемы а когда не фумовал вызывали была протечка или когда закручивал от руки пробуксовка была то тоже тут же текла вода мне приходилось меня чланг потому решайте сами стоит ли так рисковать и соединять его от руки думаю лучше иметь какой-то ключик под рукой всегда и им попадать не найдете нужного размера на крайняк уже как-то узкогубцами там плоскогубцами кто чем вот но все же таки мой совет как говорят совет бывалого закручивать как положено то есть как предусмотрен а резинки бывает закусывает когда вы закручиваете потому советую фум лент если резинка не справиться или закуситься там порежется или может она завода уже какая-то деформированы то вас спасет фум лента и вас опять не будет проблем потому если работаем на долгосрок не хотим повредить ничего прокрутить ничего то советую делать с фумой и закручивать ключом как то так друзья уважаю всякое мнение делайте так как вы привыкли но помните что у вас могут быть проблемы с этим связаны все это все что хотел донести в этом видео всем пока пожалуйста подписываемся на канал и до следующей встречи всем пока